Просто для себя слушайте, отдыхайте. Манький вопрос перед лекцией. Никто вас не снимает, поэтому просьба отвечать честно. Кто считает, что хорошо знает, что такое биткоины и как они работают? 35% замечательно. Кто активно ими пользуется? Я не знаю, что такое биткоин. А страницы, но ковы и майнеры. Хорошо, тихо. Окей, поехали. Очень громче. Можно. Я тут уже всех немножко замучил тем, что просил микрофон с петличкой, и поскольку все деньги могут лежать, ну ладно. У нас есть 20 минут на саму лекцию, которую я вынес, часть тренда, 7 минут на практику, создадим кошелек для тех, у кого его нет. 3 минуты на вопросы, я думаю, хватит. Итак, приступим. Об академии много говорить не буду. Можете набрать в гугле blockchain академии или зайти на сайт blog.academy. Вы сразу увидите всю информацию, которую надо знать. По сути, это два бизнеса. Один в России, один в Швейцарии. В Швейцарии в основном клиентами являются сотрудники банков и финансовых учреждений, которые хотят правильно структурировать картину мира, которая у них есть в голове в России. И все больше приходят частные лица, которые хотят для себя поделиться, куда вкладывать деньги, куда их не вкладывать, а также программисты, которые хотят понять, в какую сторону программировать. Немаловажный вопрос, потому что проект масса, и каждый проект говорит о том, что именно он останется в конце, все остальные умрут и так далее. О себе много говорить не буду. Всю жизнь поработал в правильном банке, нормальные банки. Тем не менее, в 2005 году полностью ушел из бэнкинга в цифровой бэнкинг. Скажем так, стал неинтересным работать в традиционном бэнкинге. Не будет сложных терминов. Простыми словами поговорим о том, куда все движется и где мы сейчас. Кратко, без посылки появления биткоин. Тот самый Сатоши Накамото, который, так сказал, заложил основы биткоина, а сейчас биткоин совсем не тот, каким он был придуман Сатоши Накамото. Предпосылки, которыми он руководствовался, это прежде всего кризисы. 2008 год будет создание биткоина, сами понимаете, самый глобальный на последние десятилетия кризис. 16-й начало или медленное исполнение отдельных стран до него. Кроме кризисов, опять же, эмиссия. Что такое эмиссия? С точки зрения вашей покупательной способности, какими бы красивыми словами государство не называло это, quantitative bidding, количественные смягчения и прочее, по сути, никакого другого значения, кроме как легальная подделка денег государством, нет. Не только государство имеет право легально подделывать деньги, это делают и банки через механизм частичного резервирования. Все вы знаете, как он работает и так далее. Чем еще банки занимаются? Они очень любят перепродавать риски и продавать токсичные активы клиентам под видом структурированных, но и прочих прекрасных продуктов, которые будут быть клиентом какого-нибудь правит банкинга или клиентами, которые держат в любом банке с балансами, имели счастье общаться с персональным менеджером, и он вам такие продукты предлагал. По сути, вы примерно понимаете, что это такое. Ну и само собой существование такой категории банков, как too big to fail, которые занимаются ничем, и мы как делаем деньги из воздуха, и когда у них есть прибыль, они ее приватизируют, когда у них есть убытки, они говорят государство, спасай нас, у нас все плохо, без нас все развалится. Too big to fail. Кризис доверия к банковской системе. Люди перестали доверять банкам. Наша публика, наверное, уже окончательно. Другие приходят к этому. Для России очень характерно. И мы все с вами каждый день слышим, как у банков отзывают лицензии и тому подобное. Тотальный слежкий сбор информации. То, что нам господин Сноутер сказал, только часть айдерга, не самая глубокая. Кажется, тема тотальный слежкий. И не свойственные банков функции, такие как law enforcement. Банки хотят просто делать деньги из воздуха, но их еще и заставляют как-то ограждать финансовую систему после того, чтобы в эту систему проникали какие-либо преступные средства и тому подобное. Ну и сама коррупция, опять же. В 2016 году что мы имеем? Negative Interest Rights Policy. Бойско-отрицательных ставок. Покупки вывода. Начало вывода наличных из оборота. Насильственное превращение долгов в акции банков и тому подобное. Также принудительная конвертация валюты. Эпоха отрицательных процентов. Как начиналось? Сначала были нулевые процентные ставки, потом нам сказали, нет, мы будем минус один процент к вашему счету добавлять. Каждый год в ответ клиенты банков начали выходить в кэш. Если вы посмотрите на список корпуса, почитайте там специальные статьи. В этом процент всех богачей мира и владельцев мира, так скажем, они уже давно вышли в кэш. И всякий тот, который означает cash on current account, деньги на текущем счету, как во всем мире считается кэш. А в реальной, что не на есть бумажный кэш, ну или золото, у кого есть дота к физическому долгу. Большинство людей, которые думают, что они купили золото, по сути они купили бумажное золото, которое они есть. Никогда не смогут конвертировать физическое золото, получить их в наличные, даже в праведных банках, в банках, занимающихся частным обслуживанием. Принуждительная конвертация долгов в акции. На примере Гипра. Мы с вами все увидели, как это делается. Берется долг, конвертируется в акции. Мы теперь вам должны, вот вам какие-то бумажки, которые будут представлять наш долг по отношению к вам. Мы на них что-нибудь будем чисто формально кидать там по копейке, и вы довольствуетесь у вас при акции банка. В США в настоящее время действующее законодательство позволяет в любой момент конвертировать любой долг по желанию банка, вне зависимости от ее финансового состояния, в акции. или в любые другие финансовые инструменты. В этом году мы, пожалуй, были близки к ситуации, когда нам родное правительство сказало, а давайте-ка вы свою валюту, доллары, евро и прочие вражеские валюты, поменяйте-ка православные рубли и пользуйтесь. Надо защищаться. Имеет право это сделать, наверное, сделает это когда-нибудь. В Соединенных Штатах и прочих странах Евросоюза вовсю идет процесс его домонечного предотвращения. Если вы посмотрите на Соединенные Штаты, то попытайтесь там на какой-нибудь заправке расплатить 100-долларовые купюры и на вас будут просто смотреть вопрошательно. 50-долларовые купюры тоже. Лоренц Саммерс, бывший, по-моему, глава казначейства и министр финансов, не помню точно, предлагал запретить сам, что тем временем инвестировать свои деньги в биткоины и входит в совет директоров одной из крупных биткоин-компаний. Запрет наличных. Что же для нас это фактически будет означать? Запрет или ограничение снять, ограничение возможности снятия наличных, то для нас означает одну важную вещь. Мы теперь не сможем держать деньги у себя. Стоит об этом задуматься. Если раньше вы могли либо положить деньги в банк, либо не положить деньги в банк, сейчас все держат деньги или в банке, по крайней мере, держали до этого, то одни у вас этого возможности не будет. То есть вы теперь обязаны держать свои деньги, у третьих лиц другого не дано. Крипто, криптография, криптовалюты нам возвращают эту возможность в лучшем виде. То есть мы имеем, наконец, возможность снова хранить у себя и тотально ни от кого не зависеть. Мир безналичных. Что же он? Он все равно будет реализован, вне зависимости от нашего с вами желания. Первый из наличных будет означать полный контроль государства над средствами людей. Полный контроль над налогообложением. Переводы мамы, ребенку или там брат, сестре перевел, можете про них забыть. Налогообложение светит, доход. Никакой, даже внутрисемейные переводы вполне могут быть обложены налогами. Также непременно будет введена какая-либо плата на движение капитала. Ну и, само собой, не забудьте про то, что если политика отрицательных процентных ставок будет действовать и в России, то пока это не играет, слава богу, то минус 1 процент как минимум. госкриптовалюты маячат. Китай очень серьезно вознамерялся выпустить свою криптовалюту. Не думайте, что это будет какая-то новая валюта, не думайте, что это будет крипт-юан или крипт-руан или крипт-руан. Если это будет тот же самый выбор, и вы не заметите того момента, когда вы начнете пользоваться криптовалютами, уже сейчас какая-то компания типа white money или что-то такое, которое нашему правительству приготовил технологию, которая позволит все наши рубли на счетах превратить в так называемые крипто-рубли, то есть они все будут оставлять след в блокчейне. Все ваши транзакции, все движение всех ваших денег будет по полной контроле. Где вы рассчитались, когда только наличные пока не контролируются? Ну или контролируются в гораздо меньшей степени. Что же будет новыми наличными? Новыми наличными будет биткоин. уже сейчас являются и в дальнейшем этот процесс будет углубляться. Краткий экскурс, очень быстро пробежим. Сначала у нас было золото, идеальные деньги, настоящие деньги, а не те бумажки и электронные циферки на наших счетах, которые мы с вами считаем деньгами. Никого отношения к деньгам не имеют, даже на самих деньгах написано билет определенного банка. В данном случае банк России, в случае Российской было золото, индустриализация и технологический прогресс, мы приходим к фиатным деньгам. Фиатные деньги все знают, что это такое угроженное слово по отношению к государственным средствам платежа, которые нам навязаны и которые мы должны, которые мы обязаны принимать в качестве средства платежа, даже если мы этого делать не хотим. Что мы имеем? Был такой закон, есть еще, закон Грешима Коперника, Коперника Грешима. Всю жизнь славян почему-то забывают в академической сфере и приписывают все заслуги не тем, тем не менее. Сначала вот в этом законе была очень хорошая формулировка худшие деньги вытесняют худшие. У каких-то было в такой формулировке, у каких-то источников было в другой формулировке и все время у меня в голове был беспорядок. То ли худшие заменяются лучшими, то ли лучшие заменяются худшими. Так вот, до сего момента, до появления криптовалют у нас была деградация денег. Лучшие деньги вытеснялись худшими. Сейчас с криптовалютами мы впервые в жизни, наверное, за последние 5-7 тысяч лет поменяли историю в 5. Пустили историю в 5. Фиат. Средний срок существования любой фиатной валюты за последние известную человеческую историю это 27 лет. 5 тысяч валют в истории человечества тому является подтверждением. Кто-то может сказать, что доллары 200 лет, в принципе, их так и не шли, в подобном подсчете, но если вы смотрите на реальную покупательную способность доллара, она представляет собой 11 небольшим процентов того, что вы могли купить на этот доллар раньше. В 21 веке мир созрел для новых цифровых и глобальных денег. Еще в 99-м году Ньютон Фринн он живой говорил, что скоро будут разработаны надежные электронные наличные деньги. Он был недалек от истины. В 2008 году Сатоши Накануто нам представил биткоины. Что же сейчас биткоину уже 8 лет? Де-факто основная валюта интернета по сути уже единая мировая валюта. Как бы кто на это негативно не смотрел. Это факт. Единая мировая валюта. Раньше я предполагал, что это еще и со все более повышающейся вероятностью будущая резервная валюта центральных банков мира. Но правда это показывает, что пока нет центральных банков мира, а чиновников. Никто центральных банков не стремится накапливать резервы страны биткоины, пока они набивают биткоинами только свои личные карманы. Я сейчас говорю не о других учреждениях, а о всех чиновниках. Практически любое вознаграждение, которое вы сейчас можете взять, отвечаю, что там есть люди, у которых биткоинов очень-очень много. Пока еще капитализация биткоина всего 10 миллиардов. Как вы понимаете, 10 миллиардов долларов. Это в принципе в масштабах мира крошечная сумма. Этой сумме недостаточно даже для самой минимальной сделки. Что мы видим по биткоинам? Я ускоряю рецент, потому что у нас не очень много времени. Высокая скорость денежного обращения. Посему более высокая реальная стоимость денег. Из практики вы можете видеть, открыть любую биржу в полонии, где есть лендинг, сдача денег в аренду. вы увидите сколько стоят биткоины, сколько стоят заемные биткоины и пользования ими. Это полтора, семь базисных пунктов в день. Сами считайте сложным процентом. Это очень приличная сумма в трехзначной цифрах годовых. Это реальная стоимость этих денег, которые двигаются быстро. То есть вы можете зарабатывать гораздо больше деньги, но не советую зарабатывать, потому что сейчас самый главный и самый выгодный бизнес в интернете у всех это красть ваши биткоины. Делается это различными способами. Вирусы писатели все переориентировались на то, чтобы красть биткоины с ваших компьютеров. В этом году даже была уже первая попытка атака через спецслужбы на уровне провайдеров раздать людям неверную сборку клиента биткоин-кор. Я даже знаю один случай, когда есть биткоин-кор при всех мерах предосторожности таким путем были украдены деньги, хотя он считается самым главным и безопасным кошельком. Сегодня мы с вами посмотрим один кошелек Копей, который держится в мобильном кошельке и который не очень безопасен на андроидах, но достаточно безопасен на айфон вследствие закрытости этой агрессионной системы, но это тоже не гарантия. Биткоин сеть, протокол, валюта, блокчейн мы пока в качестве валюты смотрели, хотя это все вместе. Пользоваться можно в любом устройстве, хранить на бумаге 6 миллиардов 300 миллионов человек не имеют банковских счетов, они достаточно просто установить мобильное приложение, они включены в банковскую систему. Никаких персональных данных для заведения банковских счетов не требуется, соответственно такие пасики как ML, KYC, парки и прочего или даже то есть первая история человечества честной деньги, лучшая аналогия которую можно было придумать это 21 тонна золотого песка, каждую крупинку вы можете разделить, отделить, телепортнуть любую точку земного шара. Приближаемся к России, как трейдинг в России на практике биткоинами и как же ими обмениваться. Значит, краткий экспорт, кошельки бывают бумажные, программные, аппаратные, аппаратные это типа аппарата трейзора, пожалуй, самое надежное хранилище на сегодняшний момент, но будьте осторожны, есть нюансы. Важная информация даже для тех, кто пользуется. Есть кошельки, которые, где только вы владеете ключами, есть кошельки, где ключи не только у вас, то есть вы практически не владеете. И есть онлайн сервисы, где вы храните биткоины, но, собственно, ничем не отличается от банка. Те, кто пользуется кошельком на blockchain.info, поздравляю вас, вы не владеете своими биткоинами, не пользуетесь им. Деньги. Биткоины легко обменивают на фиатные деньги. Существует масса всяких удобных карточек, которые позволяют вам делать автоматическую конвертацию, но все они не для России, единственная карточка, которая приходит в Россию, это саппу и так далее. Не очень выгодный курс, легче обменивать на рубли здесь и тратить с рублевой карточки. Ну, то есть банки не в пролете, они все еще нужны. Банкоматики с завышенным курсом вплоть до 15% в некоторых районах Калифорнии, например, фактически везде в банкоматах, где вы покупаете биткоинный курс с завышенным, так что не выгодно. Рынок биткоина в России, пожалуй, самое интересное для тех. Все знают и пользуются биржами, и с них все начиналось. Условно, российская биржа, российские выходцы, не находятся в России. Биткоинный курс и уже не принадлежит оригинальным владельцам. Битсамп условно европейская, Койнбейс, американская и три китайских биржи. Три китайских биржи это 70-80% всех торгов, которые проходят. Почему 70-80% по ним в торговле без комиссии объявили все деньги, все битки перешли на их биржи, корзутся на их биржу. Биржи постоянно взламывают, ну или делают вид, что их взламывают. Это очень выгодный бизнес, как я вам уже сказал. Последний взлом биткинекс, 120 тысяч биткоинов похищено. На момент все котируют цифры в долларах, 66 миллионов долларов, на самом деле не 66 миллионов долларов, перерывоможаясь по текущему курсу, потери, которые случились в прошлом, все равно продолжают расти в стоимости, потому что люди потеряли биткоины, им долг выразили в каких-то там токенах в киате, в долларах. Вот тот принцип и то правило, которым руководствуются все нечестные люди, так скажем, это в любой непонятной ситуации выпускай токены. Выпускай какую-то фигню, которую можно вручить людям, или продай ее на каком-нибудь новом ICO, они будут счастливы. Принимаешь биткоины или ничего не делаешь, или делаешь что-то не смогла. Вот так вот все основные трагицы сейчас действуют. Риск всегда в точке децентрализации. Никогда не храните свои биткоины на биржах. Завели, обменяли, вывели. Но есть у нас такая тенденция, как тренд. Все, что должно быть децентрализовано, будет децентрализовано. И мы видим переход от бирж к P2P модели. Чем отличается? Да, P2P, кстати, здесь мы можем видеть реальную картину. И Россия составляет пятую часть от всего обменного, от всего объема денег, которые сейчас обмениваются. P2P рынок в России это всем известный сайт LocalBitcoins. Там меняется и безнал, то есть переводы с карточки на карточку и наличные, и также личные встречи. Оба эти варианты не очень хороши, потому что осторожно, грязные деньги. На LocalBitcoins, когда вы меняете, для меня стало открытием этого года, что 95% всех средств, которые вы меняете на LocalBitcoins, это откровенная грязь, и вам ее заливают на счет, когда вы продаете биткоины. Это либо деньги, которые обслуживают некие рынки некоторых не очень разрешенных веществ, либо вы являетесь сами того не подозревая частью мошеннической схемы, когда просто вашу карточку дают тем людям, чьих телефонов с помощью вирусов, с кодом 900, с перехватом кода 900 от Сбербанка, крадутся средства. То есть обменяв биткоины вы можете получить проблемы а, от кому это вы продавали битки, кто-то там где-то что-то запрещенное купил и заплатил вам рубли, которые были в этом обороте, либо вы являетесь частью мошеннической схемы и вам закинули похищенные деньги, от вас получили биткоины. Поэтому LocalBitcoins выбывает. Эйчные встречи очень популярны, но тоже выбывают, потому что я вам реальную практику рассказываю, как работает рынок у трейдеров. На личные встречи у тех трейдеров, которые пробуют торговать биткоинами и обменять их на наличные, есть проблемы. Постоянно курьеров выносят, похищают у курьеров эти деньги, плюс очень активизировались жители наших особо дотационных регионов, тех самых, которым в то время как по всем российским регионам сокращают бюджеты, им всем добавляют бюджеты. Так вот, жители этих регионов очень неплохо поднимаются на нале украденном у курьеров и на биткоинах, которые пытаются отобрать и в некоторых случаях отбирают те же самых либо курьеров, либо самих трейдеров, которые зашли на обмен. Поэтому не рекомендую опасно это все. Выбирайте другие пути. Выведение наличных из оборота. Помимо выведения наличных из оборота, мы еще видим выведение карт из оборота. Впервые в жизни стал ходить без карт Apple Pay. Замечательная штука. Еще и хороша тем, что данные карт не отдаются магазину. Особо продвинутые трейдеры и менялые стали использовать Apple Pay, поскольку им нужно карты для того, чтобы обменивать биткоин через все банковские системы. С выведением наличных есть одна сложность. Сбербанк сокращает сети банкоматов в 2008 году. Уже в Москве сложный офис Сбербанк. Но Сбербанк является основным средством торговли биткоинами в России. Они, конечно, то есть если мы возьмем и для него текущую структуру, то вы видите, что основной объем всех переводов, которые обслуживают торговлю биткоинами идет через Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф и другие банки в меньшей степени. Плюс Киви деньги. Киви Яндекс деньги в отдельной категории, поскольку между ними пропасть. Стоит вам с Киви перечислить на Сбербанк. Тарточку вашу заблокируют. Особо отличились блокировки Сбербанк и Киви. Причем трейдеров решили обложить налогами и блокируют им либо Сбербанк, либо Киви, если они не заплатят какие-то определенные деньги. Интересный тренд. Поэтому нашим правоохранителям отчасти и некоторым особо коррумпированным чиновникам, которые в них есть, не очень выгодно регулирование, поскольку это остановит некий доходный бизнес. Как делается сделка по факту в России?